Сегодня у нас особенный вечер для «Мании кино». Это очень-очень важный проект «Грузинское кино». Поделюсь с вами маленьким секретом. Когда я запускала полтора года назад обсуждение дискуссии с просмотром фильмов, мы планировали начать именно с грузинского кино. Но потом к нам вторглось европейское, голливудское, в том числе российское кино. И как-то получилось так, что грузинское кино на определённое время ушло на второй план. И сошлись звёзды к нам, к продюсерам проекта «Мании кино» Георгию Нарсесову и ко мне. Обратился Иракли Рудунаев с замечательным проектом Левана Кугуашвили «Гоги – это новая жизнь». И вот сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы обсудить, посмотреть и задать вопросы непосредственно самому режиссёру. А я хочу представить спикера «Мании кино» и сопродюсера проекта Георгия Нарсесова, пожелать вам всем приятного просмотра. И, пожалуйста, в конце не расходитесь. Мы с вами поговорим и даже немного обсудим кино уже после просмотра. Добрый вечер. Мы вас всех очень рады видеть. Мы так получилось, что сегодня немножко с Леваном пешком постоим тут, поэтому сильно долго не будем затягивать разговор. Диана уже много сказала из-за того, что я хотел подчеркнуть в самом начале. У нас правда особенный проект. Это фильм одного из моих самых любимых режиссёров. Я сегодня не буду мудрствовать лукаву, буду говорить как есть. На самом деле я бы хотел начать немножко издалека, потому что вообще контекст грузинской культуры и Грузии для России — это особый контекст. На мой взгляд, кто-то из мыслителей когда-то эту идею облёк в слова, что для России Грузия — это как Италия для Европы. То есть это такая страна морщинистых бабушек в чёрном, патриархального уклада, но, с другой стороны, страна каких-то буйных красок, особой кухни. Что касается грузинского кино, то это особый пласт в мировом кинематографе. Для меня особенно близкий, потому что, ну, не секрет, наверное, для многих из вас, что я родился и вырос в Грузии. Грузинский — не родной язык, но один из тех языков, на котором я думаю, понимаю, даже что-то могу сформулировать. И грузинское кино — это то кино, на котором я рос, по большому счёту. Я не буду вам читать сегодня ни в коем случае лекцию про грузинское кино, потому что грузинское кино в живом воплощении сегодня с нами здесь. Я представляю вам Левана Куглашвили, одного из видных современных авторов мирового кинематографа и лицо грузинского кино сегодня. Леван. Я бы хотел, чтобы ты сказал несколько приветственных слов, и мы немножко пообщаемся. Добрый вечер. Большое спасибо. Я очень рад, что могу показать фильм в Москве. Спасибо большое Георгию, Диану, моему другу. Мы вместе боремся. Ирака и Родунайя и всем мам, которые пришли. Этот фильм задумался немножко по-другому. Получилось немножко, как бывает обычно, немножко что-то другое. Потом что документальное кино, они всегда знают, что то, что начинаешь, оно немножко меняется. Но в итоге получится какая-то история, по-моему, которая вот такая история. Могу в двух словах рассказать. Я не знаю, насколько или сейчас расскажем, или после фильма, что имеет больше... Наверное, после фильма, потому что сейчас не будем много рассказывать, разговаривать о фильме. Я буду здесь. Если есть какие-то вопросы после фильма, если они будут, я буду очень рад ответить. И поговорить не только об этом кино, может, немножко о другом, что происходит вообще в грузинском кино. Спасибо большое. Я очень рад, что здесь. И посмотрим кино. Спасибо, Леван. На самом деле, я принципиально не хочу, чтобы мы сейчас касались самого фильма. Потому что самое удивительное в кино — это когда ты приходишь смотреть какую-то картину, гаснет в зале свет, и ты понимаешь, что это вообще не то, чего ты ждал. Мы с моим другом Миракли прокатывали предыдущий фильм Левана «Слепые свидания». Он, кстати, в России прошёл не так уж и плохо. Мы собрали практически миллион рублей на десяти копиях, что для независимого кино на языке оригинала не так уж и плохо. Ещё раз повторю. Но сегодня вас ожидает что-то совершенно новое. Ничего нового в плане того, что бесспорно этот фильм идеально ложится в собрание сочинений Левана Копашвили, нет. Но то, как он сделан, этот фильм, и то, какие он претерпевает драматические отношения с реальностью, это на самом деле чудесно. Давайте, наверное, всё-таки мы начнём кино, а после фильма ещё пообщаемся. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому-что там были слухи Которые потом подтвердили Что в тюрьмах происходит что-то очень плохое Я знал теперь какие-то истории И я думал, что если зайду погибнуть И так попрас üách controlled dance Вместе с тем подготовка к игровому кино Про тюрьму Потому-что тема меня увлекала И до сих пор как то увлекает Была очень громкая и очень резонансная тема в груди. Да, да, да. Из-за этого, в принципе, поменялась власть. То есть это Саакашвили, который из-за тюрьмы на скандалы, в принципе, проиграл выбор. Но было очень трудно зайти в грузинскую тюрьму. Тогда я нашел лазейку, я сказал, что дайте мне снять документальный фильм про церковь в грузинской тюрьме. Я сниму фильм про меня интересует политика, я сниму фильм про преступления и наказания, как это было, раскаяние, вот такие какие-то вещи. И вот после долгих переговоров мне разрешили зайти в тюрьму. И на 4 или 5 дней я там снимал. Я думал, что когда я зайду в тюрьму, я смогу снять что-то другое. Это было невозможно почти. И я просто тогда снял церковь, записал людей, лица и несколько интервью. Одно из интервью было с Гогитой. И Гогита сказал, что я, говорит, выхожу через неделю на свободу, 14 лет сидел. Я сказал, давай я сниму, как ты выходишь на тюрьму. Потому что в документальном кино ты просто снимаешь то, что в тот момент кажется интересным, а дальше, что будет видно. И я снял сцену Гогита, как он выходит на свободу, вышел. И первый день на свободу. Там возвращается домой, деревня, это сцена, которую видели. Потом я месяц не снимал, потому что параллельно готовился к игровому кино, слепее свидание. В это время в Грузии Саакашвили проиграл выборы. Ситуация в тюрьме изменилась. Я снял кино, прошел год, потом еще год. И из-за чего я хотел снять эту историю про цепитки в тюрьме, и цепиток больше не было. Поэтому нужно было искать выход. Либо возвращаться, потому что в тюрьме всегда интересно снимать, несмотря на то, что... Но возвращаться в тюрьму, я подумал, давай я вернусь к этому парню, который вышел из тюрьмы, 14 лет сидел. Потом он вышел с планом, еще сказал, сказал, что хочет поменять свою жизнь и начать новую жизнь, навестать Кущино и так далее. Я поехал в деревню и начал снимать деревенскую жизнь. То есть он встает, дует коров с братом, потом картошкой копают, воду носят. Гид на самом деле сел в тюрьму в 98-м году, а вышел в совершенно другую страну. Абсолютно, да. Вообще другую реальность. Да, я тоже думал об этом снимать, но это, в принципе, сложно. Документально показывать, потому что какие-то вещи. Я просто начал снимать тупо деревенскую жизнь. А на самом деле, по себе, интересно в своей руте, то есть одно и то же, одно и то же, да. Но на этом долго кино не вытянешь, да. То есть, как дует корову, сколько ты будешь смотреть? Ну, 10 минут, да. Больше невозможно. А мне хотелось уже заканчивать как-то эту историю, потому что и коровы надоели, и просто... И хотелось... Мне нужно было... Это деньги киноцентра, и нужно фильм вернуть, сдать, чтобы получить новые деньги на новый фильм. А я... Ну, плохую работу не хотелось поддавать, но с другой стороны, я уже проклинал тот день, когда я пришел в эту деревню. И потом я уехал при сценарии, в другого кино, и когда вернулся... Это недалеко от Гори? Это куда? Да. Шидокарт. Это Шидокарт. Это 20 минут от Гори. Гори такая, знаете, такая... Картли, она такая более... Ближе к земле. Сталин, все дела. Да, вот это то место. И когда я вернулся, я просто думаю, как уйти из этой истории, чем закончится. И Гогита говорит, что, слушай... Гогита подключился к интернету. Да, Гогита в это время... Он с каким-то девушками там переписывался, я хотел одну проследить, но там не получилось. И вторая... Возвращаюсь из Америки, и Гогита говорит, что встретил девушку. Я говорю, покажи девушку. Он показывает Маку. Я спрашиваю, чем она занимается. Какой год? Это уже 2015, по-моему, да? Два года назад, да? Покажи, чем она занимается, он говорит, делать торты. Путаиси, торты, полная девушка. Это уже, я понял, что что-то происходит интересное. Я спрашиваю, мама видела девушку? Потому что с мамой мы уже дружим там. Я знаю, что она персонаж. Мама говорит, не видел. Давай покажем маме. Вот с этого, в принципе, потом все началось. То есть мама посмотрела Маку, и все эти диалоги, и так далее, и так далее. Мама до сих пор прокляет меня, потому что думает, что из-за нее, из-за меня он женился. Это частично, правда. Частично, не совсем, но... Поэтому сюжет сам по себе развивался. Самый критический момент, когда они должны были встретиться, деньги закончились. Я позвонил Ираку, и денег очень было трудно найти, потому что... У тебя или у них? Потому что это та картина, которая... То, что есть, столько денег есть, столько и снимаешь. То есть там Гугита что-то нужна, маме что-то нужно. Этим, да? То есть ты снимаешь, забираешь у своих детей, относишься туда, чтобы... Ну, такое кино. Ну, нужно было снимать, как они встречаются, денег нет. Я звоню Ираку и роду Ная в Москве, говорю, слушай, такая история. Парень из тюрьмы, толстая девушка, тарды печет, нужны 5 тысяч долларов, чтобы кино закончить. Он сказал, это проблема. Следующий день Иракли переслал Дзе и вот так и снимали. Потом папа умер. Я приехал на соболезнование, но тайно принес камеру. Через 2 дня начал снимать Панихиду, они сейчас с ума сошли, там Грузии. Потом Панихиде, там Грузии никто не снимает. Там на Панихиде был один артист театра, он когда увидел Ливана, говорит, хорошего режиссера позвали похороны снимать. Откуда у них столько денег? Мы не видели, что бюджет такой у нас. Вот так и снимали. Потом к свадьбе, потому что что решили мало. Вот как-то вот когда они расстались, когда они встретились, то есть первая встреча, я радовался из-за того, что я вот сейчас думаю, что сниму их на пляже, вместе сидят и закончу на этом картине. И в это время этот Гогита с ней расстается. Говорит, я не могу с ней жить. Я говорю, ты дурак? Ты полгода с ней разговариваешь, как ты можешь? Она другая была по интернету. Слушай, она, я видел... После первой встречи. После первой встречи. Как она, она та же самая, что... Я говорю, я с ней не поеду. Да, на море с ней не поеду. Ни с ней жить, ни с тебе, вы мне говорите. И она уехала расплаканно. Гогита остался. Мы сидим в Макдональдсе. И думаешь, что с этим делать вообще. Опять другая история. Поехали по Томи. В принципе, я подсказал... Пожалуйста, эта сцена, вот когда они реально сидят там на вокзале, это реальная сцена? Или они потом ее переигрывали? Это потом. Но как они встречаются, это реальная сцена. И Гогиту говорит, что тебе нужна была девушка. И ты... Просто она не подошла, потому что она физически не подходит. Столько красивых девушек. Вот такие вещи я подсказываю. Познакомься с девушкой Батуми. Что-то даже нужно было делать в Батуми. И он подходил к девушкам, говорит, мы снимали. Вот какие-то такие вещи. Но в принципе, так четко, чтобы мы вмешивались, такого не было. Гогита сейчас актер. Он снимается в художественном фильме Ливана. Да, в новом фильме. Ходит параллельно на кастинги, на другие в Тбилиси. То есть у него жизнь постепенно налаживается. На самом деле, счастливая такая семья. Я думаю, они все сошлись. Мы все ждем, когда появится ребенок в этой семье. Все дружно болеем. Она аферистка. Она всех надула, на самом деле. Я говорю, что она аферистка. Еще хотелось бы сказать, что есть такая традиция. У нас печальная, наверное, фильм Ливана с небольшим опозданием приходит на российский прокат. Слепые свидания пришли с опозданием в год. И этот фильм тоже. Премьера была на главном фестивале документального кино в Амстердаме в 2016 году. Фильм был самой престижной номинацией полнометражный документальный фильм. Там были фильмы, в основном, про войну, про Сирию. А у нас с нашими тортами и толстыми. Да, они прощали. Трудно конкурировать. Трудно конкурировать с Сирией тортами. Да, тяжело. Сирия в тот год взяла все премии. Ну, был большой интерес. И зал хорошо реагировал на фильм, несмотря на наш специфический грузинский юмор. И немецкое телевидение купило. Ага, этот фильм. То есть, это такая большая... Этот фильм мы посмотрели сейчас 74 минуты, а это все продолжалось два с половиной года, да? Два с половиной года это все. Там видели зима, лето, весна, опять лето, зима и так далее. Думаю, что да, человеческая история самая важная. И если, в принципе, она получилась и как задумка. Для меня это тюремная картина. Скажи, пожалуйста, а вот ты... Это картина про тюрьму, в принципе. Два раза подчеркиваешь, мне кажется, закадровым голосом, который перечисляет главных героев турецких сериалов. На самом деле, по большому счету, я все больше убеждаюсь в том, что основа истории, лучшая, которая может быть, это то, что в мексиканском или в турецком сериале. Второй вопрос потом, как это показать. Да, ну да, это, в принципе, вносить субкультуру, да, потому что это отдельная вещь, что люди смотрят, да. Что вот эта, да, вот эта культура того, что мы смотрим сейчас, она же, она вообще... Если смотреть так серьезно, с ума с помощью сойти, да. С другой стороны, использовать ее в хорошем смысле, это много объясняет, да. То, что мы слышим все время из экранов, радио, да, какие-то звуки, песни, да, вот это, да. Поэтому хотелось это использовать в кино. Я думаю, что это в каком-то... Она настолько безобразна, что она интересна. Мне показалось, что очень важную роль играет в драматургии фильмы «Музыка». Именно та песня. Расскажи, как эта песня у тебя случилась? Теща помогла, у нее хороший вкус, и просто она знала, что работа, и просто она время от времени присылает какие-то ссылки на ютубе. Одна из ссылок это была, эта песня, хорошая женщина, очень пожилая, которая, она всю жизнь сочиняет песни, поет, но никогда она ни в кино, ни в театре ее никто не использовал. И вот на старости лету ее мы и нашли. Я записал, как ты про тебя еще хорошо говоришь, отправили. И вот нашли эту женщину, потом она была очень рада, она бесплатно все нам все свои песни дала, что она хорошая женщина. Так и сама учуга... С музыкой были еще там какие-то нюансы, когда он сидит в дельфинаре и в Батуми там играет... Игрушки. Игрушки. Да, музыка из игрушки пришлось платить. Пол бюджета, пол бюджета. Пол бюджета картина ушла на эту песню. Косма? Владимир Косма. Да, 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 пришлось покупать. Может, какие-то вопросы есть у... Да, собственно, если у вас есть какие-то вопросы, давайте. Не стесняйтесь. Все свои. Про что вы хотите, чтобы вас спросили? Не знаю. Мы хотим, чтобы вы нас спросили, когда начинается кино и где его надо как рекламировать. 7 декабря, на самом деле, вот нашими совместными усилиями Мании кино и компании Москвич мы выпускаем скромное количество 5 копий. Но это, мне кажется, для такого кино более чем достаточно. Это лучшие в плане работы вот с таким арт. Это даже не арт-мейнстрим. Как вы понимаете, это чистый арт-хаус. Кино на языке оригинала, на грузинском, с русскими субтитрами и весьма непрозаичная в плане жанровой своей тематики, скажем так. Вот эти 5 кинотеатров, это 5 «Звездного Кузнецкая», «Родина в Питере», «Москва», «ЦДК» и «Пионер». Собственно, очень важно, чтобы хоть кто-то пришел на первые недели, тогда будет вторая. Рассказывайте всем друзьям, если вам понравилось, то мы очень надеемся, что вы будете советовать это кино посмотреть именно на большом экране, потому что вообще кино надо смотреть на большом экране. Хочу воспользоваться случаем и сюда поблагодарить. Это не просто такие слова благодарности. Я думаю, что прокатывать такие фильмы, это не менее сложно, чем делать их. Поэтому огромное спасибо за отношения и поддержку, потому что это важно было, потому что, да, я знаю, что значит прокатываться такие фильмы. Без поддержки Георгия и Дианы, Манни, кино, не расписали бы это кино в России и не показали бы вам здесь. В общем, у нас любовь взаимная. Ну, мама вообще героическая мама. То есть, когда она мне рассказывала историю, как она ухаживала за ним в тюрьме, то есть, как она доила корову, делала сыр. 14 лет она его кормила. Сыр продавала, покупала это, потом на Саньке в снегу, до Тбилиси. Это кино, это не реализм. Это может быть следующий фильм, не знаю, что-то как. Но это потрясающий такой образ матери, грузинской матери, который, я думаю, что это фантастика просто, то, что она рассказывает. Напомню, где она знала, что возможно будет продолжение, где закончилось, выезжать. Ну да, да. Вообще, эти истории, они настолько потрясающие. Документальное кино, ее прелесть в том, что настолько вся фактура на месте и история, и характер. Просто нужно правильно снимать, найти стиль, как снимать. Можно с руки снимать весь фильм, или можно вот так, как мы сняли. И терпение, я так понимаю, знаешь? Чтобы, да, со статива в основном, чтобы была какая-то композиция, потом, да, ну, фактура, она очень важна. И эта жизнь, грузинская жизнь, провинциальная особенность, грузинская, городская жизнь, она мне не так интересна. Вот провинциальная жизнь, я думаю, она очень интересна, она очень фактурная. Да, и такой неореализм, по-грузински, да. Насколько тебе было, ну, это странно, вот, переключаться все-таки с больших художественных фильмов, именно на документальные? Это, ну, какая-то вообще-то другая работа в целом? Как работа творца, скажем так. Ну, ну, она просто требует большого терпения. Большого терпения, и просто надоедает какой-то момент, потому что когда это год длится, да, то есть нужно, чтобы, правда, потому что, с одной стороны, легко, я сел в машину, взял оператора, может, вообще не взял, только полфильма, я сам снимал, и звук записывал, как-то, ну, как сначала, чтобы они привыкли, да, и легко, то есть сегодня я снимаю, а завтра они снимают. Долго привыкали к камере? И у меня был опыт, когда я в Нью-Йорке учился, я сам снимал, то есть мы проходили такой basic... Они сами долго привыкали к камере? Да, неделю, неделю, неделю я тут поселился у них. Сосил камеру, не смотри. Когда-то, да, когда-то, да, ну, потом они привыкают, да, привыкают. Когда слишком близко подходишь, да, потом они все, все, а потом отходишь, уже они не замечают. А, еще Мака не знала, в принципе, что кино снимают до какого-то периода, да? Да, это смешная история была. То есть они начали, они познакомились по телефону друг с другом, и они договариваются о первой встрече, говорили, что вот такие. А Мака, они скрывают от своих родственников, что встречаются с бывшим заключенным. Парень сидящий... Он скрывает от нее, что про него фильм снимают. А, как... И поэтому такое недоверие, да, парень в тюрьме, по фейсбуку, или познакомились, там, первые какие-то переговоры, и он уговаривает, давай встретимся, там, когда они говорят, не хочу, что-то хочу, что-то не хочу, такие переговоры, а я сижу рядом, говорю, скажи ей, что вот друг приедет с камеры. И в какой-то момент он ей сказал, что вот когда я приеду в Таисию встречаться с тобой, тут один парень на камере то все снимет. И она сразу повесила трубку, и потом неделю не брала, потому что она потому что маньяк, то есть с тюрьмы вышел, едет с девушкой встречаться, и кто-то когда нас снимает. Потом я ей позвонил, она взяла трубку и сказала, что Мака меня зовут, это... Гугл хороший, поищите меня в Гугле, пожалуйста, я говорю. И я уговорю, чтобы она со мной встретилась, я говорю, вот Таисия приеду, пять минут, давай встретимся, я объясню, что я делаю и так далее. То есть я познакомился с Макой до того, как Гугита познакомился. Я приехал к ней, я объяснил, что вот такая ситуация, она сказала, что я должна посоветоваться с подругой. И позвонила подруге, пришла эта девушка, я говорю, и ты будешь сниматься, и ты будешь сниматься. Вот так и получила святая девушка. Сколько людей пришло на свадьбу? 25, включая оператора и меня. На самом деле, очень бедная семья. Да, очень бедная семья, такая бедность. Скажи, пожалуйста, а вот то, что даже на постер мы вынесли, то, что они фотографируются на фоне динозавра, это такой намек твой тонкий? Они немножко динозавры такие? Не, не, я символов не люблю. Я думаю, что кино само потом может превратиться. Они там случайно абсолютно оказались. Да, просто мы искали места, где мы могли гулять. Один из таких мест, это национальный парк, там ничего интересного, деревья в основном, и просто там пещера с динозавром. Для меня такие комедии, они важны. «Дюрасик парк», да? Типа того. Скажи, можно ли я спросить, кто из грузинских режиссеров все-таки для тебя самый главный? Для меня самый главный, по близости языка, наверное, скорее, «Йосельяне» в грузинской трилогии. Есть картины, которые очень любят, «Голубые горы», допустим, Шенгилая. Я могу назвать, не знаю, Георгий Шенгилая. Очень люблю первый документальный фильм Калатозова, «Столь Сванеце». Если вы видели, думаю, что это вообще фантастический шедевр, то, что я видел, то, что я снимал в Сванеце в 1925 году, по-моему. Но если говорится о каком-то отношении и каком-то целостности, это «Йосельяне». Кто из не грузинских? Кто вообще? Масса, масса. Мимо России, не знаю, я могу назвать. Алексей Герман, Муратова. В основном, да. Не, знаю, «Феллини» без нереализма. Американское кино. В 70-е годы очень люблю. Как вообще кино случилось? Ты начинал, насколько я понимаю, редактором в журнале «Пентхаус». Как я сегодня узнал? До этого я был журналистом. Я хотел, то есть я поступил в театральный институт, сам не знаю, чего я хочу, просто любил кино и хотел быть ближе к кино. но режиссур. То есть не было такого, что ты там, как Джей Джей Абрамс с детства брал в кадр? Нет, ничего такого не было. Я посмотрел фильм, я поступал в другой институт и посмотрел Майя, Амадеус Формана и сошел с ума, сказал, хочу быть в кино. Что буду делать, не знаю, но хочу быть в кино. И следующее утро я встретил своего соседа, он говорит, я поступаю в театральный, там открыли продюсерские курсы, я сказал, я тоже поступаю туда. Так я поступил, через год началась война в Грузии, перед институтом стояли танки и учеба закончилась. Но потом мы открыли телевидение, первый независимый пошел в журналисты, хотел снимать про войну, там что-то перед войной репортером. Потом это, потом, «Бэнд Хаус», потом «Жизнь» и в конце концов кино. Какой самый любимый фильм сейчас у тебя свой? Вот ты, ну, хотя бы, насколько это возможно, для тебя доволен? Не могу сказать. Есть один документальный фильм, который, курсовая работа в Нью-Йорке, которую я снимал, я думаю, она очень честная в каком-то смысле. И она целостная для меня. Какие-то куски нравятся «Блайн Дэйт», в Селепирсе это они про Грунчегард. Ну, я думаю, что вот когда она, вот документальный фильм, она кажется, что она очень честная картина. Она от сердца. Снялся на фотоаппарат. снялся на фотоаппарат. Поэтому, но я думаю, что еще то кино, которое у меня где-то в голове или в сердце, она еще не снял. Мне как, однако кажется. А вот этот выбор такого маленького человека, вспоминай сразу, Достоевский, Чехов, не знаю, кто еще, вообще грузинское кино, как такого? Было что-то принципиальное для тебя, сознательное, или как-то так получилось, что ты видишь людей и начинаешь про них рассказывать истории? Как это было? Знаете, я начал серьезно снимать кино в Нью-Йорке, как осознанно. В Афгике это было более неосознанно. В Нью-Йорке я понял, начал просто как-то выбираться больше темы. Я понял, что одна главная тема, потому что я сейчас принадлежу, я грузинский режиссер, я стараюсь снимать «Пороголка в Грузии». Все мои фильмы, они в принципе не о маленьком человеке, не о большом человеке, они в принципе такие средства грузинской жизни. В эмиграции, в Грузии, это показывает какие-то куски грузинской жизни. Это то, что в принципе меня интересует, показать это, потому что они окажутся, что эта жизнь, она интересна в комбинации смеха и грусти. Вот это, мне кажется, что в этой грузинской жизни есть. Почему эти герои? В принципе, да, тема, которая меня... Грузинская жизнь, она действительно, которая рос в сознательные годы, она была довольно такая тяжелая, да, то есть это война, после войны. Но для меня было важно найти какое-то благородство в момент тяжелого... Благородство в тяжелые времена, если я могу выразить так очень коротко. Очень понятно. Да. То есть найти какой-то, да, несмотря на тяжесть, какие-то кусочки благородства. В принципе, об этом я и снимаю. То есть, когда я начал снимать, это было про тяжелую жизнь эмигрантов, это была скользящая тема, что вот все равно можно сохранить человеческое лицо, несмотря на трудности. И в принципе, эта тема, она продолжается. Поэтому темы я ищу по этому, по этому принципу, да. И потому что я хочу, да я хочу снять, про 90-е годы и про ту же тюрьму. Просто депрессивное, тяжелое кино меня не интересует. И так остаточное в жизни. Насколько я понимаю, как раз следующее кино, оно немножко будет выделяться из твоей фильмографии. Вот вместе с Ракли расскажите немножко про него. Да, сейчас в производстве находится на финальной стадии, можно сказать, фильм, который называется «Брайтон 4». Это такой район в Нью-Йорке, Брайтон-Бич. Это история о взаимоотношениях отца и сына. Великолепный сценарий, который Ливан написал в соавторстве с Борисом Фрумином. Это Борис написал, я помог. Не, реально. Ну, да. Это такой хороший тандем, они все вместе работают вместе. История о том... Я могу сказать, Борис Фрумин был моим преподавателем в Нью-Йорке, он замечательный режиссер, советский режиссер, потом уехал в Эмиграду в Америку в конце 70-х. Есть такие фильмы, древних директора школы, Ошибки юности, Вива Кастро. Я думаю, что очень хорошие фильмы. Black and White, который мы в Америке снимали. Он был первым, по-моему, первый драфт заложников тоже? Да, да, да. И он, когда я приехал в Нью-Йорк... Первый драфт заложников тоже писал Фрумин. И он, оказывается, что он стал моим учителем. И, в принципе, если главные какие-то вещи я начал делать после знакомства с ним. Мы подружились, он, в принципе, изменил мое отношение к демислу, ко всем. Это очень важный человек в моей жизни. После школы мы начали работать вместе на сценарии, мы до сих пор работаем вместе. Этот сценарий, это идея, в принципе, какие-то рассказы, которые рассказывал Борису про иммигрантскую жизнь, грузинскую, потом из этого сделал сценарий, потом я уже подключился немножко и так снимаем. Да, фильм, как я уже сказал, о нелегких отношениях отца и сына. Сына отправляют из Тбилиси в Америку поступать в медицинский институт. Он селится на Брайтон-Бич и все деньги, которые выделили ему на обучение, проигрывают в карте какому-то катали. Что сказать, у нас в главной роли двухкратный олимпийский чемпион, не актер, Леван Тедяшвили, такой легендарный спортсмен, грузинский, такой, я говорю, что это как Майк Тайсон в мире бокса, так же он в мире вольной борьбы. Но все борцы его знают. Надежда Михалкова у нас в главной женской роли, замечательные грузинские артисты, все практически, Кахи, Кавсадзе, ну, вся пряда грузинских артистов, вам известных. И у нас великолепный оператор-постановщик Фейдон Паба-Майкл, это одноимечиво. одноимечиво стоит, это оператор, который снимал «Отель миллион долларов» с Вим Вендерсом, это номинант на «Оскар» за фильм «Небраска», все фильмы с Джорджем Кунем, ну, такой большой американский кинематограф, оператор-постановщик. И замечательный режиссер, который, вот уже мы два года этот фильм делаем, мы собираемся в этом году закончить. получили поддержку от многих европейских фондов, от грузинского фонда кино, от болгарского фонда кино, от греческого фонда кино. Были в Венеции сейчас, на венецианском фестивале, там есть у них такой финансинг-геп, когда они смотрят фильмы в производстве и помогают найти дополнительное финансирование. Собираемся в ближайшее время закончить. Надеемся. Когда я первый раз услышал от Иракли об этом фильме, он мне его представил следующим образом. Маленькая Одесса, если кто помнит, такой великий, на мой взгляд, фильм Грея с Тимом Ротом в главной роли, встречает отца солдат. Отца солдата не будет. Мне кажется, удивительно, такой кентавр должен получиться. Собственно, если у вас нет вопросов, то мы можем вам просто предоставить возможность что-нибудь сказать. То, что вы чувствуете, то, что вы пережили. Мне было тяжело кино смотреть, честно вам могу сказать. Оно прям лезет под кожу, оно трогает тебя там, где ты обычно фильму не разрешаешь себя трогать. И мне кажется, в этом его та самая какая-то абсолютно новая искренность. То есть, когда ты смотришь, как это делает Ларс фон Тривер, ты понимаешь, что тобой манипулируют. Когда ты смотришь кино Леванна, то ты понимаешь, что просто такова жизнь. Собственно, вот то, что я хотел сказать о моих ощущениях. после этого фильма. Если кто-то решится. Или можно просто поблагодарить режиссёра. Альюша, 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 альюша. 7 декабря в пяти кинотеатрах в этой стране выходит фильм Левана Коглашвили, который называется «Гогита. Новая жизнь». Удивительно сильная картина, которую надо смотреть обязательно на большом экране. Настоящее грузинское современное кино. кинотеатры 5-звёздного Кузнецкая, Пионер, ЦДК на Зубовском бульваре и Родина Питер. А, кинотеатр Москва ещё и Фитиль ещё. Слушайте, у нас много кинотеатров, в общем, есть куда сходить. Приходите в кино. Мы рады вас видеть были. Мания кино продолжает свои вечера. В следующий раз мы с вами встретимся в Жуковке 24 декабря. Следите за нашей группой в Фейсбуке. Там будет собственно рассказ о том, что мы посмотрим и что мы будем обсуждать. Всем огромное спасибо. Хорошего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ